Я сегодня хотел поговорить про тему, связанную с визуализацией данных. Это такой большой раздел. Дело в том, что в питоне есть много всяких инструментов, с помощью которых можно рисовать картинки. И в результате тема становится немножко необъятна. Мало того, что есть много разных инструментов, так еще и у каждого инструмента есть много разных возможностей. Но давайте я попробую что-нибудь про это поговорить. Посмотрим, что из этого получится. Во-первых, одна из библиотек, с которой мы уже сталкивались, это Matplotlib. Сама по себе библиотека Matplotlib – это самый низкоуровневый инструмент для рисования картинок в питоне. То есть средствами Matplotlib вы можете рисовать какие-то вещи, типа вот вы можете сказать питону, там нарисуй мне круг с таким-то радиусом в таком-то месте, нарисуй квадрат, нарисуй прямую, что-нибудь в таком роде. Для наших задач это скорее слишком низкоуровневая штука. И мы используем обычно вот этот вот модуль Pipeload из библиотеки Matplotlib. И мы уже с ним сталкивались. Это штука, с помощью которой можно рисовать графики функций и рисовать всякие другие картинки, которые служат для того, чтобы выражать какие-то зависимости, зависимости в данных, зависимости в моделях. Ну, в общем, что-то такое максимально приближенное к математике. Ну, собственно говоря, в этом самом библиотеке Pipeload тут довольно много всяких функций. Ну, давайте я скажу про какие-то базовые вещи. Ну, во-первых, для того, чтобы создать картинку, вы можете использовать разные методы. Например, можно сделать просто вот так, pltFigure. Можно, в принципе, не писать ничего, но, то есть вот если я просто напишу про ltplot, допустим, 0.1.2.0.2.1. Так, ага, у меня ничего не показывается, потому что я забыл сделать ModplotLipOnline. Если вы под Windows, то у вас, может быть, высветилось при попытке выполнить вот эту строчку без ModplotLipOnline. У вас могло высветиться отдельное окошко с графиком. Ну, вот у меня не высвечивается. Может быть, можно настроить, чтобы высвечивалось, но я никогда этого не делаю. Я всегда делаю ModplotLipOnline. И вот мы получаем такую картинку. Во-первых, в принципе, когда я выполняю такую команду в Jupyter ноутбуке, он автоматически создает мне картинку. Но можно эту картинку создать вручную. Это делается с помощью pltFigure. Зачем это может понадобиться? Ну, например, потому что я могу захотеть настроить какие-то параметры этой картинки. Например, я могу захотеть ее нарисовать не вот таким размером, а, допустим, побольше сделать картинку. Вот 10 на 10. Ну, хорошо, 10 на 10 много. Давайте 10 на 8. Что это за цифры? В чем измеряется? Я думаю, что в дюймах. Я думаю, что это дюймы. Ну, да, это похоже на дюймы. То есть вот я сейчас так мысленно приложил линейку к экрану, и выглядит так, что это похоже на дюймы. Ну, то есть она как бы знает разрешающую способность вашего экрана, теоретически хотя бы примерно. Вот здесь, кстати, можно явно указывать разрешающую способность и 10 параметров DPI. Вот. Ну, собственно говоря, самое частое, что приходится делать, это вот приходится указывать fixize. Ну, и на самом деле эту картинку мы дальше теоретически, ну, вот мы ее так показали, но ее можно куда-нибудь сохранить. Ее можно сохранить как более-менее что угодно. Например, вот я могу ее сохранить как PDF. И если я теперь это дело открою. Значит, вот такая вот картинка сгенерировалась. PDF-ка, как видите, это честная PDF-ка, то есть ее можно там масштабировать как угодно. Она не из пикселей состоит, а она состоит прямо из линий. Вот. И, в принципе, это хорошо, потому что если вы хотите дальше печатать, там, допустим, готовите картинки к публикации в какой-нибудь статье, то вы, скорее всего, хотите именно картинки в формате PDF, либо чего-нибудь в этом роде, ну, чтобы они хорошо печатались без пикселей. Вот. Давайте вернемся в Юпитер. Где Юпитер-то? Вот. Значит, я, в принципе, уже показывал, что PLT-plot может по-разному рисовать. Значит, в принципе, вот эта вот штука, PLT-plot, это просто штука, которая рисует... Ну, грубо говоря, это штука, которая нужна для рисования графиков функций. Она умеет рисовать ломаные, или она умеет рисовать отдельные точки, или можно точки делать по-разному. Например, вот я могу отмечать их звездочками, я могу сделать, например, вот так вот. Значит, с помощью третьего параметра можно настраивать отображение соответствующих линий, которые он рисует. Ну, например, я сделал сейчас пунктирную какую-то линию, и в вершинах я рисую звездочки. Могу рисовать не звездочки, а плюсики. Вот. Можно задавать цвет. Можно рисовать несколько картинок на одной и той же... На одном и том же графике. Допустим, разными цветами. Вот. В общем, все что угодно. Можно добавить легенду. Мне нужно указать здесь лейблы. Вот. В общем, можно таким образом, если у вас есть такая вот понятная зависимость, которая выражается именно чем-то похожим на график функции, или, по крайней мере, какой-то кривой в пространстве x, y, то можно с помощью плт-плота это все делать. Значит, можно добавить, например, x-label, скажем, time, y-label, скажем, space. Можно подписать оси, можно подписать всю картинку. Вот. В общем, все что угодно. Бывает полезно сделать вот такую вещь, потому что если ее не сделать, значит, есть такая функция плт-titлей-аут. Если ее не сделать, то при сохранении картинки в файл она может где-то обрезаться. Title-out гарантирует, что картинка не обрежется, и обычно это хороший совет использовать эту опцию. Вот. В общем, если ваша задача вот такая, вот нарисовать какое-то количество простых линий, то плт-плот чудесно образом с этой задачей справится. Вот. Значит, в плт есть другие функции. Ну, например, что здесь еще можно показать? А, да. Давайте, прежде чем я перейду к другим функциям, давайте еще одну вещь покажу. Довольно часто приходится рисовать несколько картинок, и довольно часто они могут быть связаны друг с другом. И в этом случае можно использовать, например, subplots. И это такая штука, которая позволяет нарисовать несколько картинок. Значит, давайте я покажу, как это делается. Вот уже возникал раньше вопрос. А можно заставить его писать y-label вертикально, как обычно подписывается, а не как в такую длинную строчку, а просто подписать сверху, в уголке, как оси подписываются? Можно, но нужно повозиться. Очень важно. Я в какой-то момент, ну, как бы, я, как правило, в какой-то момент для учебника по дифференциальным уравнениям я адаптировал ответ такого типа со Stack Overflow, написал какую-то функцию, которая это в какой-то мере делает. Но делает она это не очень хорошо, потому что, например, если меняется масштаб картинки, то, возможно, что там буква y, которая вот здесь где-то написана, она будет когда-нибудь съезжать вправо-влево и приходить там, в общем. Ну, дело в том, что вот эти картинки, они все-таки ориентированы на... Ну, то есть в реальной жизни вы, как правило, не подписываете оси x и y. Как правило, вы подписываете оси по смыслу. И поэтому довольно естественно, что Matplotlib выбирает именно такой способ. Значит, он подписывает их так, чтобы уместилась длинная надпись. Вот. Значит, если я хочу разместить несколько картинок, я могу использовать вот такую функцию subplots. Значит, subplots принимает на вход... Ну, в частности, ее можно использовать для того, чтобы нарисовать что-нибудь в таком роде. То есть я говорю, что я хочу нарисовать такой грид. Значит, у меня будут... Три ряда картинок, по две картинки в каждом. И он возвращает... Значит, он возвращает две вещи. Он возвращает fig. Fig – это как раз вот вся вот эта картинка целиком. Объект, который соответствует всей этой картинке целиком. И еще он возвращает массив exos. Exos – это как бы... Ну, вот каждая из вот этих осей – это отдельная exos. И... Ну, в данном случае я, например, могу сделать какую-нибудь вот такую вещь. Ладно, давайте что-нибудь посимпатичнее нарисуем. Вот. Значит, вот сейчас я сказал, что мне нужно нарисовать вот этот график на вот этих вот осях. Значит, я просто взял из вот этого массива всех осей, которые у меня возвращаются в plots. Значит, поскольку у меня здесь такая двумерная штука, то он возвращает двумерный массив. Ну, и, соответственно, дальше я могу... Давайте как-нибудь сделаем так. Ну, и давайте что-нибудь нарисуем на этих житых осях. Давайте, например, вот так вот мы сделаем. Будем возводить в какую-нибудь степень этот синус. И чего? А давайте мы здесь сделаем... Давайте пусть по горизонтали у нас будет меняться либо синус, либо косинус. Давайте посмотрим на вот этот код. Значит, у меня есть написано в квадратных скобках npsin, npcos, потом в квадратных скобках g, а потом в круглых скобках x в степени g плюс 1. Все ли понимают, как вот этот код работает? В зависимости от четности и нечетности g? Ну, да, на самом деле g у нас вообще меняется от нуля до единицы. g из range 2 – это как раз номер столбца. И дальше, значит, что вот здесь происходит? Значит, во-первых, вот тут я создал список, который состоит из двух элементов. И эти элементы – это функция. Функция синуса, функция косинус. После этого я выбираю житый элемент. Значит, вот эти квадратные скобки, значит, они выбирают из вот этого списка житый элемент. И это, соответственно, какая-то конкретная функция, либо синус, либо косинус. А потом я применяю эту функцию к результату выполнения вот этого арифметического выражения x в степени g плюс 1. Ну, вот, значит, пример того, как можно рисовать такие, значит, вот такие вот картинки. Значит, можно явно, например, сказать, что мы хотим, допустим, share x true, share y true. Ну, значит, вот если мы понимаем, что у нас на самом деле все эти картинки будут связанными, и это означает, что, ну, то есть вот, например, я хочу гарантировать, что у меня… Кстати, почему-то мне кажется, что она вообще… А, потому что здесь нужно было не g, а i плюс 1 сделать, вот, чего я хотел. Вот, так посимпатичнее. Значит, вот сейчас я сказал, что, например, вот на вот этих вот трех картинках как бы будет фактически одна и та же горизонтальная ось. И поэтому она вот здесь отмечена один раз, подписаны числа на этой горизонтальной оси. И, ну, понятно, то есть как бы у меня есть соответствие между вот этой осью и всеми остальными осями на этой картинке. И то же самое здесь. Значит, здесь я гарантирую, что у меня вот эта ось. Это то же самое, что вот эта ось. То есть, например, если бы я здесь сделал бы что-нибудь в таком роде, допустим, g плюс 1 умножить. Отмечу, что у меня абсолютно то же самое, что у вас, столько я ради интереса, ну, поменял и, же, местами. У меня не 3 на 2, а 2 на 3. Вот, ну и, соответственно, там вместо g стоит и в формулах. И у меня он везде подписывает ось вообще вести. Сейчас, а у вас вот эти вот параметры установлены? Я их недавно поставил. Нет, нет, это я прилетел. Да, это я как раз просто недавно вписал. Ну, ровно вот эти вот параметры share x, share y, они говорят, что ося должны быть общими. Ну, и вот здесь вот, например, сейчас видно, да, у нас вот эта вот картинка, она вдвое уже, чем вот эта, но, тем не менее, она не пытается ее растянуть. То есть вот эту вот картинку она сейчас растягивает до тут, докуда может. А вот эту картинку она не пытается растянуть, но ровно потому, что вот эта вот картинка уже задает нам диапазон, в котором должен отображаться y, и дальше, значит, она используется для обеих картинок. Вот. Это, на самом деле, самый простой пример рисования таких картинок связанных. Бывают более сложные ситуации, когда у вас, например, есть картинка, скажем, вот здесь какая-нибудь маленькая, а здесь, скажем, вот такая большая, а здесь еще какая-нибудь маленькая или еще какие-нибудь. Ну, в общем, вот эти вот лейауты, они могут быть довольно замысловатыми. Ну, в принципе, если хорошо повозиться, то в Modplotlib можно найти функцию для того, чтобы сделать все, что угодно. На эту тему я в Твиттере читал шутку. Дайте мне любую картинку, и я вам всего за две недели нарисую эту картинку с помощью Modplotlib. Значит, это, может быть, немножко несправедливая шутка по отношению к разработчикам Modplotlib, потому что это хорошая и чрезвычайно важная библиотека в экосистеме бетоновской. Но факт остается фактом, что это библиотека, которая обладает таким количеством возможностей и таким количеством функций, что использовать ее эффективно. В общем, это требует довольно больших навыков и довольно большого опыта. Кстати, надо сделать побольше точек, добавить, потому что иначе вот здесь как-то не очень красиво было. Вот. Хорошо. Давайте еще какие-нибудь Modplotlib функции покажу. Значит, ну, во-первых, вот, значит, есть функция, которая называется PLT-скаттер. Это функция для рисования скаттер-плотов, то есть для рисования точечных диаграмм, диаграмм рассеяний, они иногда по-русски называются. Но русская Википедия, скорее всего, называет эту штуку точечной диаграммой, потому что когда-то я создал эту статью, и я решил, что она будет называться точечная диаграмма. Хотя ее могли уж с тех пор переименовать, это было удобно. Значит, давайте возьмем какие-нибудь random normal. Сгенерируем каких-нибудь точек. ну вот. И что, она теперь диаграмма рассеяний называется? Ну вот, нехорошие люди. я-то думал, я-то думал, что я задам новый стандарт. Так, ну ладно. Давайте побольше точек сделаем, чтобы была посимпатичная картинка. Кстати, если вы хотите, значит, вот сейчас у меня, поскольку генерируются псевдослучайные числа, то каждый раз при каждом запуске картинка становится новой. Если вы хотите это зафиксировать, то вы можете использовать вот такую штуку. Значит, дело в том, что это не настоящие случайные числа, а так называемые псевдослучайные числа, которые ведут себя как случайные с практической точки зрения. Но на самом деле генерируется некоторым детерминистическим алгоритмом. И как раз вот этот сид, он показывает, ну, как бы это стартовая точка этого алгоритма. Поэтому, с одной стороны, оно случайное, с другой стороны, оно каждый раз будет одинаково. Вот. Значит, собственно говоря, то же самое можно было бы, примерно такого же типа картинку можно было бы сделать с помощью PLT-плота, просто нужно было бы ее вот так нарисовать. Но PLT-скаттер чуть-чуть удобнее в тех ситуациях, когда вам нужно не только точки рисовать, но и еще можно, можно, например, менять размер этих точек. Да, например, можно сделать. Ладно, давайте. Можешь вопрос про про сид. То есть, получается, если сид фиксирован, то то, что мы написали для Y, это эквариант для того, чтобы написать X квадрат плюс X? Нет, 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 нет. Это два разных, нет, это два разных запуска NP-рандом. Как бы каждый раз, когда вы запускаете NP-рандом нормал, он генерирует новые числа и он переводит генератор случайных чисел в новое состояние. Это новое состояние, опять же, детерминистически зависит от того, как вы эти числа сгенерировали и какой был изначально сид. но после этого в повторный запуск вот этой штуки он уже будет как бы независим от вот этого запуска. Там уже вот в этот момент уже состояние генератора будет новым. Картинка изменилась после изменения размера точек. Ну вот, я сейчас, кажется, сделал какой-то... Сейчас. По идее, он должен мне рисовать теперь... Что-то он как-то очень странно их рисует. Если просто вот так. Ну да, вот сейчас вот видно, что у него точки вблизи нуля рисуются маленькими, а точки вдалеке от нуля побольше. Ну хорошо, если я попробую... О! Вот так совсем заметно. И еще можно менять цвет. С цветом там... Сейчас, ну давайте посмотрим, если я буду менять цвет. Допустим, вот так. А, вот так тоже можно. Вот. В общем, если вы хотите на картинке показывать зависимость не только... Ну, как бы вот у вас есть точечка, да, она... Вот если это просто точка, то она содержит в себе информацию про два числа и ее горизонтальная вертикальная координата. Но поскольку это может быть не просто точка, кружочек, который имеет форму, цвет, то можно использовать эту информацию тоже для того, чтобы передавать, ну, что-то отображать, отображать какие-то данные. Вот. На самом деле, как правило, если вы хотите использовать этот PLT-скаттер, то, скорее всего, вам нужна какая-нибудь другая библиотека, потому что есть библиотеки, которые предназначены ровно для того, чтобы именно что-то визуализировать данные. Ну, давайте я покажу еще какие-нибудь стандартные штуки, например, PLT-хист, хотя я, кажется, уже показывал. Он просто гистограмму рисует. Можно количество бинов. Да, было такое. Вот. Есть, например, какая-нибудь штука вот такая. Это так называемый ящик с усами. Это такой тоже способ изобразить что-то, ну, как бы отобразить какую-то информацию про распределение. он рисует вот здесь медиану, вот здесь он рисует первой и третьей квартире. Знаете, что такое квартире, да? Квартире выборки. Просто упорядочили выборку по возрастанию и поделили и поделили на четыре части. Границы этих частей это как раз квартире или сами части. Вот. А эти штуки это типа минимум и максимум, но только там какой-то хитрый алгоритм, как он определяет, докуда этот уз рисовать. Типа он берет полторы вот этих вот межквартильных расстояния и рисует до минимальной точки, которая в этих полутора межквартильных расстояниях находится. И он как бы считает, что вот это настоящий минимум, а вот эта точка это вообще непонятно, что за точка, какой-то выброс. Честно говоря, я как бы знаю области, в которых очень любят рисовать ящики с усами. В экономике кажется не очень, но иногда вы можете такое встретить. Я, впрочем, не фанат этих ящиков. Вот. Ну, ладно, давайте. А, вот. Что-то такое. Ну, ладно, если вам очень хочется сделать что-то странное, это можно нарисовать пайчарт. Специалисты по визуализации данных не любят пайчарты, но если вам очень хочется, то вот он. Вот. Ну, ладно. Давайте покажу что-нибудь более веселое. Например, с помощью modplotlib, я так стал про него подробно говорить. С помощью modplotlib можно делать анимации. На самом деле, там есть, опять же, несколько способов, как их можно делать. Значит, есть разные способы рисовать анимации с помощью modplotlib и есть довольно замысловатые, которые я никогда толком не мог освоить. Но недавно я обнаружил вот такую библиотечку, она называется Celluloid. Давайте мы ее установим. Не помню, показывал ли я, как устанавливать в библиотеке, но вот сейчас это можно делать совершенно несложно. С помощью pip install набираем прямо в юпитере. Одно время это было нетривиальным делом. Вот. И эта библиотека Celluloid, она позволяет довольно легко рисовать анимации. Давайте попробуем. From Celluloid импорт кэмеры. What a figure. Вот. камера. Чем тут нужно фигуру передать. Ну и давайте чего-нибудь порисовываем. гибелью мэти эйсерт кэмери, 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 давайте нарисуем такую бегущую волну просто синус у которого будет сдвигаться аргумент так что лето делается но так как бы ее попроще показать ну понятно видимо про видимо самый простой способ такой показать эту штуку в юпитере тут нужно сделать ipython дисплей import html значит как видите в результате он генерирует какие-то какой-то html код и если я просто пытаюсь с помощью юпитера посмотреть на этот html код он не отображает код а чтобы он скормил код браузеру нужно использовать вот эту вот функцию html и с ipython дисплей давайте посмотрим может как то можно проще это сделать по камере так должно заработать ну вот и поехали ну да за счет того что я каждый раз делаю новый плт плот он видите мне каждый раз новым цветом это рисует чтобы этого не было мне нужно зафиксировать здесь цвет допустим пусть он рисует просто первым цветом которым он обычно рисует ну вот пожалуйста бежит синусоидом картинка мне напоминает грустно мехматовскую песню которая начинается словами раскинулась поле по модулю 5 можете как-нибудь погуглить так ну вот ну собственно говоря как работает этот самый целилоид он просто позволяет вам просто как угодно в цикле как угодно рисовать вашу анимацию просто вот покадрово каждый раз когда вы делаете камеры snap он во первых сохраняет все что сейчас нарисовано на картинке а во вторых он ее очищает то есть как бы он забывается что нарисовал когда вы будете рисовать заново ну вот получается такие такие штуки это такое довольно просто с точки зрения разработки не очень эффективно с точки зрения памяти он живет огромное количество памяти потому что ему приходится хранить все вот эти вот промежуточные кадры которые он рисует но тем не менее для каких-то не слишком сложных анимаций это вполне неплохой вариант можете можете показать и широк скотт но собственно говоря он вот столько столько красивых ломаных ломаные ломаные наверное не знаю почему у вас ломаные x обозначил новый может быть у вас да x какой-нибудь другой там если x предыдущий то он меня вот другой способ сгенерировать саму себе анимацию не знаю почему он так плохо нарисовал циферки но в целом картинка работает вот ну ладно давайте наверное вот эта штука но это какой-то артефакт он пытается но это видимо артефакт взаимодействия юпитера с вот этой библиотекой которая рисует картинки с matplotlib потому что юпитер пытается как бы вывести вот здесь отдельно то что то что мы здесь нарисовали но при этом поскольку мы там каждый раз удаляем очередной кадр после того как мы вас как бы мы его сохраняем а дальше мы очищаем вот ту область на которой мы рисуем и в конечном итоге в конечном итоге он рисует просто оставшийся от всей этой процедуры оставшийся пустой пустой этот холст я думаю что из-за этого эта картинка вот ну давайте я покажу может быть какие-то более дата ориентированные библиотеки просто matplotlib хорошая вещь но matplotlib это такая библиотека которой вот прям вот нужно говорить чего делать как что конкретно рисовать вот вы говорите проведи линию отсюда досюда и так далее но такой более современный подход к визуализации данных состоит в том что вы должны объяснять компьютеру не то как линию рисовать а то какие данные как визуализировать наверное поддерживает да вот но давайте я покажу например библиотеку seaborn это такая давайте я поставлю если они установлены и давайте я возьму каких-нибудь данных ну например тот же мдб 5000 мдб 4000 а м em Здравствуйте, приехали. Что случилось? Что такое? Как минимум, неправильная ссылка. Но нет, не помогло. Не знаю, почему он выдает ошибку. Пойдем гуглить. Что мы уже сделали? Что добивались? Да я пытался загрузить вот этот вот датасет, с которым мы уже работали с фильмами. И почему-то он не хочет его скачивать. А, боже мой, зачем read CSV? Нет, все правильно. Read CSV. Сейчас. File path on buffer. Нет, он должен уметь скачивать CSV файлы из интернета. Может быть, URL. Так, ладно, давайте посмотрим, почему у меня может быть такая ошибка. Загадочно. Можете им скинуть или показать ту ячейку, которая у вас ошибка дает? У вас работает такая штука? Да, работает. Потому что он у меня не работает. Ладно. Давайте я просто скачаю этот файл с помощью браузера. И открою его локально. Потом разберусь, почему он перестал работать. Я такого, я с этим не сталкивался. Ну и давайте попробуем что-нибудь здесь визуализировать. Во-первых, я уже показывал, что сам по себе Pandas умеет визуализировать какие-то вещи. То есть, например, я могу его попросить нарисовать гистограмму для чего-нибудь. Для какого-нибудь столбца. Но у самого себя Pandas довольно ограниченные возможности по визуализации. Есть вот библиотечка Seaborn. Давайте мы ее используем, чтобы что-нибудь такое тут нарисовать. Вот. Значит, как у нас данные устроены. Значит, ну, во-первых, ее можно использовать просто, чтобы рисовать какие-то... Допустим, обычный scatterplot. Но она просто это умеет делать довольно симпатичненько. Давайте посмотрим, допустим, какую-нибудь. Возьмем две абы какие-то переменные. Ну, да, конечно, данные-то я не сказал, какие брать. Ну, по умолчанию это выглядит очень похоже на то, что рисует просто PLT-scatter. Единственное, что, видите, здесь кружочки рисуются с какой-то окантовочкой по умолчанию и выглядит за счет этого чуть-чуть более симпатично. Но, на самом деле, уже даже по этой картинке видно преимущество такого подхода, потому что, видите, она автоматически подписывает оси, потому что она понимает, что мы не просто так хотим нарисовать какую-то непонятную картинку с непонятными точками, что мы именно визуализируем данные, и что у этих данных есть какие-то переменные, и что у нас на каждой оси соответствует своя переменная, и мы знаем, как она называется. Вот этот подход такой дата-центричный, он немножко упрощает жизнь. Ну, и дальше можно, на самом деле, добавлять, помимо того, что рисовать такие scatterplot, и можно, опять же, добавлять информацию с помощью других выразительных средств. Ну, вот, например, мы можем сказать, что у нас цветом должно обозначаться, например, давайте, допустим, color, цветной фильм или черно-белый, это будет обозначаться точечками разных цветов. И, видите, он, опять же, автоматически за счет того, что мы теперь не просто говорим рисует такую картинку, рисует всякую картинку за счет того, что мы работаем прямо с данными, он автоматически нам рисует вот эту вот легенду, он автоматически выбирает цвета, причем, как бы, вот эти цвета, они тут выбираются разумным образом. Те палитры, которые там используются по умолчанию, они сделаны так, чтобы люди с различными формами цветовой слепоты могли бы эти картинки нормально воспринимать. Вот, в общем, короче говоря, это такой, значит, такие вот более специализированные библиотеки, они, ну, в общем, с помощью них можно быстрее и проще нарисовать какие-то стандартные картинки, вот если у вас есть какая-то визуализация, которая укладывается в какую-то стандартную историю, стандартный способ, то, как правило, вы можете довольно легко нарисовать эту картинку с помощью какой-нибудь из библиотеки. А здесь вот просто уточнить. Давайте. Он точки накладывает друг на друга и закрашивает их. В той же последовательности, которой они встречаются в это премии, или как-то рандомно. Просто я к тому, что могу ли я столкнуться, например, с тем, что у меня самые старые фильмы в «Дата Фрейме» идут в начале, и они черно-белые, например, и он сначала все эти точки нарисует, а затем будут все новые фильмы, которые все цветные, и эти все, ну, синенькие точки перекроют. Давайте попробуем. Я не знаю ответ на ваш вопрос, но вопрос хороший. Ну, кажется, вы получили ответ на ваш вопрос. Ну, в общем, да, перекроют. То есть он старался как-то честно рандомизировать, или просто они не отрандомизированы? Нет, я думаю, что они просто в «Дат Фрейме» никак не отрандомизированы. Ну, в принципе, можно отрандомизировать. Вот теперь честно рандомизировано. Ну, на самом деле, если у вас действительно много точек, и они могут друг на друга накладываться, один из способов с этим бороться такой. Вы можете, например, сделать здесь… Нет, не опасите. А как она называется? Нет тут такого параметра. PathCollectionObject. В общем, PathCollectionObject. Alpha, может, она называется. Да. Ну, вот можно, например, вот так вот рисовать. Он их тогда рисует полупрозрачными. Ну, это не всегда хорошо, потому что вот как-то картинка становится такой немножко размытой. Но… Не, ну хорошо. Ну, давайте просто точки поменьше сделаем. Size. Ну-ка. Давайте альфу сделаем 0.8. Какая-то размер уже меньше не уменьшается. Сейчас, что такое? Может быть, я неправильно это делаю. Может быть, нужно… Что такое, ясно, size-норм? А, то есть он все-таки воспринимает size как название для коллектива. Полонки. Сейчас есть markers. Не знаю, как их нарисовать маленькими буквами. Точнее. Мы явно не первые, кто это гуглит. S. Это совсем маленькие. Хорошо, давайте вот черно-белое рисовать еще каким-нибудь размером побольше. Интересно, можно так сделать? Если я сделаю вот так, вот чего будет. Ну да, только хорошо бы наоборот. Size order. О! Смотрите, что я сделал. Я теперь рисую… Значит, черно-белые штуки рисую большим размером, чем цветные. Чем, по-моему, нормально. Что-то видно. Надо сказать, что рисование картинок – это такая всегда медитативная деятельность. Казалось бы, вы рисуете какую-то стандартную визуализацию, стандартную картинку, но при этом даже в любой стандартной картинке есть примерно бесконечное количество параметров, которые можно настраивать, чтобы она была бы еще более красивой или еще более понятной. И, в общем, да, можно этим до бесконечности заниматься. Ладно, мне кажется, что эта картинка уже и так хороша. Давайте еще что-нибудь покажу из этого самого Seaborn. Ну вот, например, есть такой тип картинок – Violent Plot. Давайте, например, посмотрим на… На самом деле я хочу примерно ту же, те же самые данные визуализировать, только немножко по-другому. Давайте, например… Ну, пусть будет Duration. Ну, пусть будет Y… Ну, ладно, пусть будет X Duration, а Y пусть будет… Пусть будет Color. Значит, это, на самом деле, тоже какая-то история, похожая на ящики с усами. Значит, что здесь происходит? Допустим, что я хочу понять, как связан цвет и продолжительность. Правда ли, что черно-белые фильмы короче, например, чем цветные? И вот на этой картинке как раз это можно попытаться понять. Она рисует… Ну, фактически, это две гистограммы. Ну, точнее, такие сглаженные гистограммы. Это называется Kernel Density Estimation, KDE. И, значит, ну, вот как раз она автоматически выделяет два кусочка выборки в зависимости от цвета и рисует вот эти вот… Ну, они… Как бы эта штука называется Violent Plot, потому что вот эти вот штуки похожи на такие изображения скрипки. Ну, на самом деле, это просто гистограмма, и та же самая гистограмма отраженная. Ну, она просто показывает, каких значений больше всего, каких значений поменьше. Ну, здесь видно, в частности, что действительно бывают очень длинные цветные фильмы в этом датасете, а очень длинных черно-белых фильмов не бывает. Здесь, по-моему, тоже вот эта вот штука, это, по-моему, тоже типа то ли медиана, то ли средняя, мне кажется, медиана. Ну, в общем, что-то такое можно понять про распределение данной величины в зависимости от вот этой категориальной переменной. Смотрите, пожалуйста, код прошлой картинки. Вот. Давайте еще что-нибудь сделаем. Допустим, CutPlot. Что такое CutPlot? Вот, я вспомнил, есть еще один датасет, на котором очень хорошо показывают некоторые типы визуализации. Давайте я его сейчас попробую найти. ХСБ2 он называется. Есть он тут. СССР, мне совсем сломался. СССР, мне совсем сломался. Значит, вот адрес, с которым его можно скачать. Значит, а я скачал, и он у меня лежит локально, кажется, вот так, что ли. Нет. Это какая-то выборка по, кажется, каким-то американским школам. Здесь есть оценки разных школьников, и есть некоторые категориальные переменные, которые принимают какие-то, ну, как бы, не числовые данные, а данные типа школы. Здесь бывают школы публичные, а бывают приватные, частные. И, соответственно, этот датасет приятно использовать для вот таких вот визуализаций. Например, давайте... СИБОРН ЛМПЛОД. Дело в том, что СИБОРН умеет рисовать не только вот такие вот одиночные картинки, а он умеет рисовать еще и серии картинок. И давайте покажу, как это работает. Например, вот пусть у меня будет по X оценка по чтению, по Y оценка, допустим, по математике. Значит, он рисует сейчас, собственно говоря, просто scatterplot. К нему он еще пририсовывает вот эту вот линию тренда. Но давайте мне сейчас, допустим, она не нужна, эта линия. А хотя ладно, пусть будет. Плохо, что еще линию тренда рисуют. Но я хотел показать другую вещь. И я хотел показать, что можно сделать, например, вот так. Скажем, у нас сейчас в наших данных есть два разных типа школы. И давайте я скажу, что эти типы школы нужно рисовать на отдельных графиках. И я просто говорю, что нужно использовать переменную school type для того, чтобы создавать разные строчки в получающейся такой матрице, состоящей из картинок. Например, вот можно так сделать тип школы, а, например, наоборот, по колонкам сделать... Что-то у нас еще бывает. Пусть будет... Не знаю, что это за программа такая. Ну, вот здесь видно, что у нас возникают три колонки. Программы тут у них бывают general, vocational и academic. Ну, и видно, что там зависимость между чтением и письмом. Ну, а теперь уже в четырех разных... В шести разных подслучаях. Ну, вот она как-то там меняется. А можно еще добавить... Пусть у меня будет выбор цвета в зависимости от социально-экономического статуса. Ладно, давайте уберем, по крайней мере, вот эти вот дверительные полосы. Вот. А прямые пусть остаются. Ну, вот, как видно, здесь возникает уже довольно сложная картинка, потому что у нас теперь в каждом из этих подмножеств разными цветами рисуются точки, которые соответствуют разному социально-экономическому статусу. И для каждого из этих подмножеств проводится своя вот эта вот аппроксимирующая прямая. И, в общем, не то чтобы можно было бы сейчас здесь что-то увидеть по этим картинкам, хотя, например, видно, что, скажем, вот в этой группе никакой толком разницы нету. А вот в этой почему-то есть, но непонятно за счет чего. Ну, в общем, что-то такое можно поразглядывать и что-то понять. И, в принципе, это такой один из стандартных способов. То есть, когда вас интересует зависимость не просто х от у, а когда вас интересует какая-то более сложная зависимость в данных, у вас есть больше, чем две переменные, и вы хотите понять, как они там связаны друг с другом, и какие-то из этих переменных категориальны. Ну, в общем, вот такие вот методы можно использовать. Вот. И еще Сиборн рисует довольно красивые картинки. Можно зайти в их галерею и посмотреть, какими они бывают. Вот Violent Plot, который я вам уже показывал. О, кстати, недавно я искал, как вот такие вот, как такого типа картинки рисовать, Rich Plot. Ну-ка. Но это как-то здесь нетривиально делается. Тут какая-то магия, надо разбираться, как они это делают. Refline. Refline. А для картинок есть какой-то мем-аналог Hello World? Типа какая-то не самая тривиальная картинка, ну или наоборот тривиальная, но не просто график прямой, а что-то более интересное? Ну, картинок бывает слишком много разных. Есть, конечно, какие-то довольно стандартные картинки. Например, есть знаменитая... Значит, если... О, Flash. Где я вам найду Flash в 2022 году? Режиссер. Да, я вам вирую на самом-то это не матче. Что? 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 вот это как это мы чуть 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 забегаю вперед потому что здесь используется библиотека плот ли который можно рисовать такие интерактивные картинки вот но это такая довольно знаменитая анимация здесь по горизонтали расходы на одного исследователя по вертикали стоимость одной статьи на это это кажется какие другие данные в исходном в исходном в исходной картинке там были там было по горизонтали внутри валовый продукт а по вертикали не помню что и вот эти вот точки там тоже как-то двигались точки соответствуют разным странам какая-то картинка похожая на то она другая но нет такого прямо вот одного hello world нет потому что потому что картинки бывают слишком разными но в принципе как правило такой хороший источник вдохновения это вот у разных библиотек присоединенных картинок как правило есть такие вот какие-то галереи и на них можно посмотреть и посмотреть как они как они выглядят и может быть найти там похоже на то что вам нужно ну вот например это другой способ визуализировать соотношение между двумя переменами значит это хист плот ну вот можно нарисовать можно нарисовать скатер плот а можно нарисовать такую как бы двумерную гистограмму если вас интересует связь между двумя переменными числовыми как здесь между чтением и письмом но в принципе это и та картинка сообщает какую-то информацию про то как эти две переменные связаны но вот это вот это как бы такая двумерная гистограмма то есть здесь цветом отображается то как много точек попало в соответствующий квадратик и ну кстати вот на этой картинке вот эта картинка с одной стороны она содержит информацию о том как связаны эти две переменные а с другой стороны например она скрывает от нас информацию о том что вот сюда вот попало много точек кстати можно интересно сделать так чтобы она мне нарисовала бы да вот так она будет рисовать color bar вот есть видно что вот в эти квадратики попало там 10 точек на этой картинке этого не видно вот что еще вам показать из сиборда интересно как они это делают класс еще раз картинку это значит здесь они рисуют по всей видимости такое вот эта вот картинка она показывает я думаю что какие-нибудь корреляции между чем-нибудь и чем-нибудь ну да вот здесь видно что они как раз используют корреляции эта картинка похожа на то что нарисовали в прошлый раз когда были корреляции между разными месяцами но тут видимо видимо это какая-то визуализация какого-то не знаю не знаю смотреть что у них там за данные вот но суть в том что опять же это какие-то корреляции между отдельными переменными и дополнительно они еще рисуют рисуют значит они как-то группируют эти переменные видите ну то есть вот например вот эти вот две переменные вот это и вот это они очень похожи друг на друга они хорошо скоррелированы и и они их группируют в одном месте чтобы было видно чтобы как будто этот вот кодротик образовался бы что если бы эти две переменные были бы здесь разбросаны одна здесь и другая здесь то было бы не так понятно что вот они как бы образуют какой-то такой кластер и значит вот это вот здесь построена еще некоторая кластеризация этих переменных вот эта вот часть называется дендрограммой ну это отдельная история тут как бы для того чтобы аккуратно разобраться в этой картинке надо бы там поговорить немножко про вообще про то что такое кластеризация что такое иерархическая кластеризация как это все работает в общем отдельная история есть ощущение что такие картинки с цветами они их может быть интересно так немножко поразглядывать и они могут показать красочность исследуемого предмета но для какого-то какой-то реальной демонстрации там результатов или какой-то корреляции и так далее ну полезнее это все-таки еще еще раз обработать чтобы было что-то более усвояемое нет но все-таки здесь можно вытащить какую-то информацию просто глядя на эту картинку вот видно что здесь возникают какие-то такие вот кластеры что они как-то даже пересекаются друг с другом но в общем нет какая-то какую-то информацию это можно вытащить хотя я не знаю мы недавно собственно говоря сейчас продолжаем делать некоторые исследования с коллегами из лаборатории лингвистической конвергенции я в какой-то момент там нарисовал какую-то вот такую вот картинку и сказал дальше я ничего не понимаю в том ну как бы в природе ваших данных поэтому вот вам картинка можете поразглядывать вот но она была не настолько красивой ну в общем да поразглядывали но пока никакому выводу не пришли из той картинки вот ну в общем значит это про библиотеку сибор давайте чем вам еще показать ну вот значит еще одна штука окей давайте я давайте еще одну библиотечку покажу довольно бегло значит мне нужно плотной значит я не знаю вы когда arm пользовались вы не пользовались библиотекой do the plot gplot 2 ну вот если не пользовались то я вам потом я покажу а сейчас я покажу то как ее портировали в питон значит это что мне нужно для gplot as допустим geompoint что такое и что такое и 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 В любой непонятной ситуации перезапускай ядро, это называется. Ну ладно, хорошо. В любой непонятной ситуации обновляй все пакеты до последней версии и перезапускай ядро. Видимо, такое правило. Давайте я покажу, как эта штука работает. Давайте тоже HSAB2. Я же перезапустил ядро, а теперь у меня нет этой штуки. Сейчас я ее заново считаю. Так сработало. Значит, это еще один подход к рисованию картинок, которые... Ну, как раз это не то, чтобы еще один, а это одна из самых известных штук, которые задали вот этот стандарт. Идея о том, что нужно писать такие библиотеки, с помощью которых можно не просто говорить, какие точки где нарисовать, а именно описывать способ превращения данных в картинки. И эта штука называется Grammar of Graphics, и, собственно говоря, отсюда название ggplot. Ну, то, что я сейчас показал, это самая простая версия этого самого Grammar of Graphics. Значит, что я здесь сделал? Я здесь сначала сказал, что я буду работать с данными из DataFrame HSB2. Ну, и дальше я задал вот эти вот, значит, вот эту вот штуку, вот эту функцию AS, это сокращение от слова aesthetics. В терминах этой библиотеки, значит, Digiplot или, соответственно, plot9 его порта под бетон. Значит, эстетиками называются любые способы, как можно данные отображать на картинке. Но в данном случае я задал две эстетики, x и y, сказал, что переменная x будет соответствовать оценке по чтению, а переменная y будет соответствовать оценке по письму. И это как бы моя базовая штука. А дальше я говорю, что я хочу изображать эту зависимость уже с помощью каких-то конкретных элементов. И вот этот вот геом-поинт, это как раз способ, как я эту зависимость хочу отображать. И, на самом деле, одну и ту же зависимость можно отображать по-разному. Например, давайте я добавлю еще к этим геом-поинтам. Я добавлю еще геом-смут, например. Это означает, что... Значит, что вот она сейчас мне будет рисовать не просто точечки, а еще она будет мне как-то аппроксимировать эту зависимость именно как функциональную зависимость. Но это можно по-разному делать. Можно просто прямой аппроксимировать. Но сейчас она аппроксимирует некоторой кривой. Это называется... Здесь используется некоторый алгоритм лоуэс. Не суть важна, что это такое для наших текущих целей. Но при этом можно, например, в качестве эстетики указывать не только x и y, но и, допустим, цвет. Допустим, пусть у меня будет социоэкономический статус. Ображается разными цветами. Ну, или пусть будет... Что там у нас еще было? SkullType. Вот. И... Ну, можно сделать как-нибудь вот так. Можно, например, сказать, чтобы она точечки рисовала. Значит, можно... Вот эти эстетики, их можно задать как бы глобально на всю картинку. А можно в каждой из вот этих геомов задавать свои эстетики, которые будут переопределять другие. То есть, например, я могу сказать, чтобы она мне точечки рисовала в зависимости от типа школы. А вот эту вот прямую она рисовала бы уже по всем точкам одновременно. Ну, и, собственно говоря, вот теперь видно. Она мне прямую рисует черным, потому что вот эта вот штука, она не знает про вот эту эстетику. А геомпойнт про нее знает, и он поэтому точечки рисует разными цветами. Ну, и, в принципе, с помощью вот этого подхода, когда вы задаете данные и задаете способы отображения данных в какие-то визуальные элементы, можно довольно гибкий подход, который позволяет много чего сделать, причем таким довольно понятным образом. Ну, давайте еще в качестве примера, вот, допустим, что я хочу сделать немножко по-другому, а именно я хочу рисовать, скажем, по x пусть будет read, а по y пусть будет, допустим, тоже в school type. И, кстати, интересно, что будет, если я сделаю вот так. Ага, ну, вот видите, оно мне просто рисует какие-то точечки. Сейчас, мне интересно, могу я сделать... Значит, один из способов визуализировать распределение – это рисовать просто точечки, но при этом, поскольку вот у меня здесь вот эту переменную school type – категориальную переменную, у которой всего два значения, понятно, что если я рисую точки просто с помощью геом-пойнт, то они у меня все будут лежать на одной из двух прямых, и тут совершенно не видно, где этих точек много, а где мало. Ну, и один из способов с этим бороться, например, это добавить к этим точкам некоторый случайный шум, ну, то есть двигать их вверх-вниз, допустим, случайным образом. Может быть, он и вправо-влево добавляет случайный шум. Надо посмотреть. Кажется, что нарисовать гистограмму было бы проще. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны... Вот, например, здесь можно увидеть вещь, которую невозможно было увидеть на гистограмме, что здесь явно есть некоторая дискретность. Видите, несмотря на то, что мы добавляем какой-то случайный шум по горизонтали, по вертикали, все равно видно, что точки, на самом деле, у нас дискретно устроены, что есть вот такие вот линии. Вот. И в какой ситуации вам, может быть, для того, чтобы это показать, вам, может быть, полезно использовать именно эту визуализацию. На гистограмме эта информация потерялась. Вот. Ну, хорошо. Вот что-то я вам рассказал про какие-то библиотеки. Совсем не все. Я, может быть, в следующий раз еще что-нибудь расскажу. По крайней мере, я абсолютно точно полностью упустил все библиотеки по рисованию интерактивных картинок. Это библиотеки типа Плотли, про которые я уже мельком говорил и сегодня мельком показывал. Есть еще приятная библиотечка Альтаир. В общем, короче говоря, может быть, я продолжу рассказывать про визуализацию данных в следующий раз. Ну, а на сегодня вроде бы все. Если какие-нибудь вопросы...